Здравствуйте! Всех приветствуем на своем канале, всех приветствуем в нашей школе будущего. Сегодня я хочу продолжить тему, поговорить с вами о пророчествах Ванги, и в этом видеоматериале я расскажу вам о новом учении. И мне бы хотелось, чтобы вы серьезно отнеслись вот к этим текстам. Почему? Потому что Ванга была уникальным пророком однозначно, и все ее пророчества сбывались, через нее говорил сам Бог. И вот эти тексты, по сути, Бога духовенны. Если мы примем душой и сердцем эти тексты, если мы сможем материализовать их, то пророчества сбудутся, и тогда произойдет действительно духовное возрождение России. И мне бы очень этого хотелось. Ванга говорила о том, что в будущем в мире появятся единые религии. Я думаю, что она говорила даже не о единые религии, а о единой вере, поскольку люди однозначно в определенный момент уверуют в единого Бога Творца. Вот что она говорит об этом новом учении. Это новое учение, оно поможет людям спастись. И интересная ассоциация у нее этого учения с цветком. Как свежий цветок вырастет на корнях старого растения, так и это новое учение должно вырасти из старого. О чем здесь идет речь? О том, что все новое, давно забытое старое. И вот это новое учение, оно будет основано на старых, на старой информации, на старых знаниях. Я думаю, что это будут тексты единого Писания, это будут тексты Ветхого Завета, Евангелия, Корана. И вот после их обработки, после обработки этой информации родится новое. Новые заповеди, новые интерпретации, в которые будет внесена истина и новый такой вот свежий смысл. Совсем скоро, подобно сверкающему огненному потоку, ворвется оно к людям и охватит их светлым пламенем самоочищения. Я думаю, что вот благодаря этому словосочетанию «огненный поток» и появилось понятие «огненная Библия». И я здесь вижу слово «самоочищение». Для меня самоочищение – это праведность. Я думаю, что люди справятся с грехопадением и придут к совершенству и начнут исполнять заповеди Бога Творца, которые даны нам на века. И вот этот огненный поток у меня ассоциативно связался с той информацией, которую я вам рассказывала. Помните, я вам говорила, что мы живём в Боге, Бог живёт в нас. Что мы присутствуем в этом едином информационно-энергетическом поле. Но мы, к сожалению, пока не лицезреем наши тонкие тела, наши энергоинформационные связи. Это и есть вот этот огненный поток. Вот когда мы осознаем, что всё это присутствует в нас и вокруг нас, мы действительно преобразимся. «Новое учение белое-белое, подобно снегу, захлестнёт и очистит мир». Я думаю, что белое-белое – это значит чистое-чистое. Это значит непорочное-непорочное, светлое-светлое. И вот именно об этом идёт речь. И вы знаете, что одно из имён Бога – это свет. Бог – это свет. Бог – это истина. И вот именно поэтому здесь речь идёт о том, что оно будет белое-белое. Ещё в 1974 году она говорила, что в мире произойдут очень большие изменения, что на смену старым руководителям придут новые люди, а с ними и новое время. И в России появится человек под знаком нового учения, который приведёт страну к свету. Обратите внимание, вот как раз здесь присутствует понятие «свет». Придёт время, и не останется религии, кроме учения Белого Братства. Вот к Белому Братству мы маленечко попозже вернёмся, а я хочу дальше цитату зачитать. Это учение, оно сравнивалось с белым цветком, который распустится над землёй и укроет людей от всех бед. Обратите внимание, белый цветок. Я думаю, что этим цветком является белая лилия, поскольку это символ Бога-творца. Ванга сказала, что в основе этого учения будет лежать старое, и Россия очистится и будет нести свет всему миру. Ну а теперь давайте вернёмся вот к понятию Белого Братства. Мне хочется вам до вас донести суть того, что Братство, собственно, братолюбие, понятие братолюбия, принёс уже в нашу жизнь Иисус. Но, к сожалению, мы почему-то не вспоминаем даже те заповеди, которые пришли с ним. Поскольку возлюбие ближнего, вот эта вот заповедь, она объединяет все заповеди, помимо первой заповеди, возлюбие Господа Бога нашего. И если бы мы действительно принимали заповеди Иисуса и самого Иисуса всей душой, то у нас бы это братолюбие в нашей жизни присутствовало давно. Мы должны заповедь «не убей» заменить заповедью «сохрани жизнь», а слово «враг» тогда автоматически должно замениться на слово «брат». И вот тогда фраза «не убей врага» будет звучать «сохрани жизнь брату». И вот тогда братолюбие будет основой вот этого вот Белого Братства. Это будет учение светлого братства, поскольку мы уже с вами обсудили, что Бог является светом. Когда придет новое учение, на земле воцарятся новые условия, которым нелегко будет приспособиться духовно, будет нелегко привыкнуть к новой обстановке. И, конечно, если человек праведник, если он живет по заповедям, если он живет по закону Божьему, то ему легко будет приспособиться к этим новым условиям. Но если он очень далек от этого, у него нет даже понятия, что такое заповедь. Если в нем никогда не присутствовали вот эти вибрации любви, если он не вел нравственный образ жизни, то, конечно, такому человеку, беззаконнику, очень трудно будет влиться в это новое течение. И мне бы хотелось закончить вот этот вот видеоматериал цитатой Нострадамуса. «Славяне добреют и знают итоги, и многие жизнь начинают, как боги». Вы должны понимать, что мы должны ощутить, что мы по образу Божьему, что мы являемся богами по образу, что мы в себе несем вечность жизни. И мы должны стремиться вот к нетленности, к вечности, к золотому веку, и пора как-то пересмотреть вот это наше мировоззрение, принять душой Бога Творца, и тогда мы действительно преобразимся, и мир изменится, а Россия духовно возрастет. И Ванга говорила, что сила России заключается в ее духовности, и я верю в эту силу. Всего вам доброго!